Здравствуйте! Я уже в течение какого-то времени с разных сторон и на разных уровнях рассказываю о пяти стихиях. И даже в этом году мы делаем вот серию курсов, посвященных каждой стихии, которая имеет отношение к тому или иному сезону. Например, мы только недавно закончили стихию дерева, которая имеет отношение, допустим, к весне. А сейчас вот начинается или начался сезон лета. Как видите, вот я тут на фоне моря черного в Сочи. Просто решил поделиться картинкой. И будет, соответственно, курс, посвященный стихии огня. И это означает, что это какие-то могут быть проблемы или нарушения болезни сердца, тонкого кишечника и все, что с этим связано. Но помимо этого, просто вот чтобы человек уже интересующийся темой более, скажем, конкретно и заземленно понимал это, я хочу коснуться вот разных аспектов, которые следуют в этом случае, по крайней мере, если не изучить, то хотя бы познакомиться. Например, есть вот пять, скажем, конституций стихии дерева, огня, земли, металла и воды, которые отражаются, причем по-разному, на разных частях, например, тел. Например, есть вот типология, классификация вот тела, которое, например, считается телом стихии дерева, например, такое выкинутое, более худое. Есть типология, у каждой своей стихии есть своя, в общем, тело, форма тела. Но при этом бывает так, что форма тела одна, а, например, форма лица и головы уже другая. То есть лицо отражает немножко больше сторону, может быть, сознания тела. Если тело, оно отражает как бы тело, физическую сторону, то лицо отражает больше, может быть, духовную сторону и сознание. И поэтому, опять же, есть по форме тела, есть там треугольная форма, овальная, квадратная и так далее. Затем еще одна типология касается формы кисти. То есть есть пять видов кисти. То есть у каждого из форм есть свои особенности и классификация. То есть какая кисть считается стихией дерева, огня, воды и так далее. И более того, каждый из палец, из пальцев на ладони, вот кисти, он тоже соотносится с пяти стихиями. Мы это, например, касаемся в курсе звуки и мудрой пяти стихий. Потому что можно через вот ворота каждого из пальцев активизировать ту или иную стихию или как-то целенаправленно воздействовать на нее. И, опять же, бывает так, что у некоторых людей вот каждый палец имеет свою форму, которую тоже можно классифицировать по пяти стихиям. Чаще, конечно, все пальцы более-менее похожи. Почему об этом, скажем, может быть полезно знать? Потому что внешняя форма, она связана с внутренним, скажем так, содержанием. И можно, соответственно, увидеть ту разницу, которая вообще предполагается при подходе к лечению различных заболеваний. То есть то, что, допустим, мы предлагаем одной конституции, может не совсем быть благоприятным для другой конституции. То есть вот это тоже можно, скажем так, целенаправленно изучать и научиться в этом разбираться. И помимо конституции также есть пять видов, скажем, темперамента. То есть если конституция – это все-таки более что-то энергии, которая проявляется в материальном теле, то темперамент – это энергия, которая выражает нашу психическую структу конституции. И, соответственно, есть вот темпераменты или характеристики, которые проявляют, что человек имеет тоже отношение к одной из пяти структур. И здесь вот интересно также то, что далеко не всегда идет совпадение. Бывает так, что у человека, например, конституция, скажем, земли, а темперамент, например, дерева. И вообще, если в этом уже разобраться, это не так сложно увидеть. И опять же, это можно тоже учитывать. Или же можно как бы более правильно и гармонично устраивать отношения, учитывая особенности человека, учитывая его и конституцию, например, и темперамент. В любом случае, эти все классификации есть. И я сейчас вот как раз создаю некий такой ресурс, где я постараюсь объединить вот эти все разделы различных тем и дать вот прям по разделам. Такая-то конституция выглядит так, темперамент так-то выглядит. Или, например, каковы особенности... Вот даже есть, соответственно, нарушение циркуляции, называется девиация. То есть есть пять видов девиации. Кто-то там начинает качать в стороны, кого-то начинает... Кто-то подергивается. Что это означает, например? Если люди не знают, то, конечно же, это ни о чем не говорит. Но если вы изучаете это, вы начинаете разбираться. Если человек там дергает, значит, у него, например, что-то может быть с легкими, например. И поэтому все вот эти вот классификации, они являются, в общем-то, достаточно полезными. Потому что затем, например, можно... Да, еще есть классификации, связанные, например, с годом рождения, месяцем рождения, даже часом рождения. Потому что, ну, прежде всего, надо смотреть на год, конечно, более-менее такой важный показатель. Потому что в зависимости от года рождения у человека будет так или иначе определенная энергия доминировать в физическом отношении. Да, какие-то у него, может быть, органы будут сильные, какие-то заведомо слабые. То же самое можно сказать о мышлении. У каждого человека будет доминировать какое-то свое мышление. У кого-то аналитическое, у кого-то там другое. И точно так же, конечно, если вы глубже разбираетесь, то это можно разобраться и с эмоциональными особенностями человека, и с душевными особенностями человека. И так же есть понимание того, как этот человек будет вести себя, или как на него будет воздействовать тот или иной сезон, или же, например, какой-то внешний год. Сейчас, например, соответственно, год, там говорят, кролика или кошки, и что это означает, и как воздействовать на людей с разными годами рождения. Есть, например, астрология стихий, называют астрологией элементов иногда, но, наверное, стихии более правильные. Где, например, я тоже даю иногда такие краткие курсы, где эти вещи человек может достаточно легко научиться разбираться. Потому что если разбираться в этом, даже помимо того, что мы можем посмотреть на материальную сторону, то есть на конституцию, или можем понаблюдать за поведением и обнаруживать темперамент или психологическую какую-то. Вот когда мы рассматриваем уже астрологическую сторону, то здесь мы обнаружим некую такую еще энергетическую возможность понять человека и понять, например, как сложатся отношения в паре, или сложатся отношения по работе, или там в какой период жизни что-то пойдет быстрее и лучше, или хуже, например. Но точно так же классификация, вот с точки зрения этого, она помогает, вот где-то если вы уже научились в этом разбираться, она помогает затем понять многие процессы вообще в жизни. Ну и, например, если вам нужно заниматься там оздоровлением, потому что есть, например, пять стихий видов продуктов. И внутри этих продуктов есть еще тоже свои пять стихий, да, как они распределяются. То есть каждый из продуктов будет воздействовать на какую-то стихию сильнее, или на какой-то аспект стихии. И, например, я коснусь этого вот в последующих выпусках, немножко более подробно, на примере такого, ну, более, такого базового взгляда на то, как, например, можно воздействовать через органы чувств. Потому что, хотя, например, мы, конечно, больше можем понять, почему, например, там есть пять видов мяса по стихиям, пять видов рыбы есть, и пять видов там ягод, орехов и так далее. Но еще и мы можем понять, например, что, несмотря на то, что у человека там, ну, с точки зрения вкусов и продуктов, может быть, больше разнообразие, но с точки зрения самих вкусов, их там всего лишь пять, к примеру, да, ну, пять более-менее, и они могут гораздо быстрее и сильнее воздействовать на человека. То есть попробуйте просто пересолить и там переперчить пищу, да, и прям почувствуйте эффект очень быстро. Гораздо быстрее, чем если вы там поменяете вид продуктов и так далее. Поэтому воздействие на органы чувств, оно очень мощное. И органы чувств вообще считались такими могущественными, да, по отношению, например, даже к... Если у вас даже руки сильные, но если сравнить с силой глаз, даже физически, вот, глаза за день проходят, совершают работу, как если бы вы прошли 70 километров. То есть столько движений глаз за день происходит, например. Или же, например, все-таки как сильно воздействует именно вот то, что мы видим, гораздо сильнее, чем вы можете что-то сделать какой-то части своего тела, да. То есть органы чувств очень сильно. Незримо мы принимаем это как бы задолженное, но это не исключает их эффекта. Поэтому в следующих выпусках я понемножку расскажу, как вот, например, через пять органов чувств можно воздействовать, используя правила взаимоотношения вот пяти стихий. Просто я думаю, что для многих все-таки пять стихий, тема кажущаяся очень абстрактной, и тогда она может быть, ну, в общем-то, бесполезной, да, или просто будет интеллектуальной. А вот через вход и через рассмотрение, через понимание оно может дать уже более практическую пользу, чего всем и желаю. На этом сегодня все. До свидания и до следующей встречи.